Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Сталкер Зоу в Припяти. В прошлой серии мы с вами пообщались с Ноем и он нам показал секретный путь на южное плато. Через сгоревший хутор, прыжком в аномалию и мы с вами попадаем на южное плато. Немножко я там неправильно сыграл на том плато, первый раз туда придя слез с него. Попасть на него уже по-другому, кроме как повторить тот самый путь Ноя, не представляется возможным. На плато мы с вами нашли очередной вертолет Скат, нашли информацию о том, что есть некие точки эвакуации для военных. Далее передали Лоцману карту с аномалиями и он нас отправил, точнее попросили его, чтобы он нас провел на станцию Янов. Станция Янов, как я понимаю, это железнодорожная станция. В конце серии мы здесь немножко попродили, пообщались с местными обитателями, местными сталкерами, немного узнали здесь персонажей. Эту станцию делит между собой долг и свобода. Пока я еще не решил, за кого мы будем играть, ну точнее кому будем помогать, по возможности постараемся занять, так скажем, нейтралитет. Но это тяжело, в какой-то момент может не получиться. Что ж, давайте продолжать. У нас с вами есть задания, уже взятые на этой станции. У нас задание уничтожить логово кровососов, насколько я знаю, давайте посмотрим. Вот оно. Болотных кровососов уничтожить. И недалеко у нас есть задание, которое нам дал Сыч отнести Новиков и три детектора в Велес. Здесь также у нас с вами есть несколько скатов, упавших вертолетов. И одна точка эвакуации. Все это дело мы с вами будем обследовать. Давайте еще какое-то время пообщаемся здесь с местными обитателями. Мы, в частности, не успели сходить к технику. Давайте его найдем и попробуем с ним поговорить. Друг, а может быть у тебя есть какая-нибудь работа для меня? Не в курсе, но если ты обнаружишь нечто, что может помочь нам в борьбе против зоны или наших врагов, обращаясь к командующему экспедиционного отряда Долга, подполковнику Шульге. Да, его мы тоже видели в прошлой серии. Парадово, парадово. Чего расскажешь, хорошо? Сразу, как только артефакт возьму. Так, хорошо, давайте найдем техника для начала. Вот он, техник. А, привет. Азот. Он как раз с нами познакомился, как только мы попали на эту станцию. А здесь... Не, ну это... Дремит Сенька. Некий Сенька. Не знаю, то ли спит, то ли подвыпил немножко. Блин, материалов нет ни хрена. Ну как в таких условиях работать? О, здоров, чем пришел? Ты говорил о материалах? Да вот, елки, в этих краях для работы с радиотехникой вообще ни хрена нет. Что с собой было, извел. А поставками никто заниматься не будет. Стволами оно выгоднее торговать. Говорят, правда, на цементном заводе что-то могло остаться. Я принесу тебе материалы. Вот это здорово. Если найдешь хоть что-то, тканифоль, кондеры. Да блин, все нужно. Даже текстолита не хватает. Денег много не обещаю, но постоянную скидку тебе обеспечу. Хорошо, азот. Попробуем что-нибудь для тебя найти. Откуда радиотехнические материалы на цементном заводе? Да это одно название. По профилю он прекратил работать еще до катастрофы. Там все почти демонтировали и заняли здание под цеха электроприборов. Так. Если проблемы в инструментах, я могу добыть. Вот было бы здорово. А то работаю как в каменном веке. Из нового времени один паяльник. Да и тот. Больше вместо шаманского жезла. Вот будут инструменты и будут первоклассные тюны. Да и тебе монета другая капнет. Хорошо, поищу что-нибудь. Берем задание инструменты для азота. Отлично. Что это у тебя за спящий красавец? Сенька? Еще когда я через затон шел, прибился ко мне. Да так и остался. Бухарь, прямо скажем, профессиональный стаж. Ого-го. Я его со всякими мелкими поручениями гоняю. Принести там что-то еще. Зачем? Понятно. Ладно, хватит разговоров. Давай-ка мы с тобой сейчас посмотрим, что нам нужно починить. Если нужно. Вроде бы у нас все более-менее в нормальном состоянии. И что ты можешь нам улучшить. Ничего, потому что у тебя нет инструментов. Я понял. Хорошо. Давайте зайдем теперь к местным здесь главарям группировок. Пообщаемся с ними. Может быть дадут нам какое-нибудь задание. Здравствуй, сталкер. Подполковник Шульга. Расскажи мне о долге. Что именно тебя интересует? Что вы здесь делаете? То же, что и обычно. Защищаем сталкер от всякой мрази. Ты сам видел, сколько здесь мутантов. Так, хорошо. А есть, может быть, у тебя какие-то задания? Какие у вас отношения со свободой? Формально война. Только тут, в центре зоны, жизнь идет намного... Немного по другим законам. Безопасных мест не так много. Да, и людей, что у нас, что у свободы, по пальцам пересчитать. Какой смысл в том, чтобы перестрелять друг друга? Поэтому работаем негласно. Негласное правило. Одна песочница... Одна песочница, другой не мешает. Правда, за пределами Янова это правило уже не действует. Вообще, на самом деле, странно. У вас война, ребят, какая-то дурацкая. Если вы воюете друг с другом, сюда пришли, здесь обнимаетесь. Ну, или как минимум стараетесь как-то друг друга не замечать. А там вы прям вообще такие прям ненавистники друг друга. Никогда не любил вот эту вот их конфронтацию на ровном месте. Тем более, что вообще конфронтация в зоне здесь, она глупа в своем проявлении вот по максимуму. Зачем кого-то убивать? Вам что, не хватает опасности? Вам мутантов, аномалий не хватает? Выбросов, псиштормов, радиаций. Вы еще и убиваете друг друга. Вам надо, наоборот, каждую жизнь сохранять. В общем, ладно. Прорвало меня немножко. Как ты оказался в долге? Что привело? Что вы здесь делаете? Так, друг. Ты давай задание какое-нибудь. Я сейчас все прощелкаю, ребят, потому что... Ну, пока так пока. Не хочешь, не надо. Я что-то заставлять буду. Хотя не все почему-то меня посылают именно к нему или к Свободовскому. Главарю. Но задание никто из них не дает. Здравствуй, сталкер. Так, Лоцман. Нет, Лоцман. Тебя-то я знаю, что ты лезешь. Дай мне с другими пообщаться. Сержант Кривда. Класс, правда, и Кривда. Кое-что спросить. Могут предложить мне работу? Не в курсе, но если ты обнаружишь нечто, что может помочь нам в борьбе против зоны. Долговец очередной, понятно. Подскажи насчет одного дела. Что-нибудь известно об упавших вертолетах Кугу? Наши ребята из разведки видели, как вертолет шел на снижение в сторону резервных площадок возле Юпитера. Говорят, задолбались им сигналить, чтобы сменили курс. Только пилотам, видать, было не до того. Интересно, они вообще выбрались из того минного поля? Минного поля? Ммм, друзья, интересно. Так, в общем, что ж. Особо с нами общаться не хочет никто. Ты кто? Ты торгаш. Что нам от тебя нужно? Да, в общем-то, ничего. Все у нас есть, поэтому что? Правильно, друзья, отправляемся в путь. Путь-дорожку. Давайте сходим. Для начала выполним заказ с Сыча. Немножко осмотримся, друзья. Я тут не был ни разу. Вы знаете, я, наверное, буду так подтормаживать. Слегка притормаживать. Рассматривать немножко здесь окрестности и местности всякие. Потому что очень интересно. Так, а вот кто-то не дошел. Свободовец какой-то не дошел. Борька-викинг. Не дошел. Ну, не дошел и не дошел. Надо было дойти вовремя. А, нам немножко в другую сторону. Хорошо, давайте выделим бункер ученых и прогуляемся до него. Вы знаете, очень круто. Очень круто сделано. Шикарно здесь все. Прям настоящая железнодорожная станция. Довольно-таки крупная, как я понимаю, для этих мест. Нужно быть поаккуратнее. Вороны меньше. Меньше из проблем, которые у нас могут здесь возникнуть. Поэтому давайте будем немного внимательнее. Звуки нездоровые. Страшные какие-то. Музычка какая-то поигрывает. Совершенно непонятная. Интересно, вороны нападают. По идее, могут озвереть. Они от радиации здесь начат клевать сталкеров прямо в макушку. Не исключено, не исключено. А вот, кстати, посмотрите. Очень похожий бункер на тот, который у нас с вами на янтаре стоит. В котором мы уже бывали. А здесь наемнички, да, охраняют. А ну, друг, кто такой? Кол. Садись, кол. Что ты тут забыл? Вали по-хорошему, а то сейчас нарвешься. Ути-пути какие мы. На. Хватай. Какие, посмотрите-ка. Ну, привет. Здорово, ты кто? Давай знакомиться. Тополь. Шикарно у вас тут клички. Кол, Тополь. У меня есть пару вопросов к тебе. Что ты можешь рассказать про обитателей бункера? Компания тут та еще собралась. Двое ученых. Герман и Озерский. По технической части у них работает Новиков. А Гарика они проводником наняли. Ну, и нас вот взяли за меры делать. Да, прочей ерундой заниматься. Да, тут еще военный приблудился. Его недавно откуда-то Гарик приволок. Военный, друзья, это интересно. А ну-ка, про военного нам расскажи. Ха, военного Гарик привел. Встретил, говорит его, когда тот от зомбированных драпал. Повезло вояке, что он Гарика встретил. Другой, кто мог бы при встрече и пальнуть. Так он сидит сейчас в бункере и носа наружу не кажет. Так, о Германе. Герман тут главный, он вроде как профессор из какого-то института. Не знаю, секретное, наверное, что-то. В общем, это Герман экспедицию пробил. Их бункер сюда скинули. Чуть ли не сразу, как выжигатель мозгов отключился. Так. Платит хорошо. Допустим. Озерский. Кто такой? Неплохой мужик. Компанейский такой. Но тут не первую скрипку играет. Хотя бывает, Герман к нему прислушивается. Больше о нем особо ничего не знаю. Хорошо. Гарик, кто такой? Гарик отличный парень. Что нужно знать про Гарика? Гарик отличный парень, друзья. Вот так вот. Он, в общем-то, в эти края пришел первым. Рассказывал, мол, как раз застал момент, когда ученых тут высаживали. Сразу к ним подался. Так, ну хорошо. Хорошо. Что тут делают наемники? Эти, блин, головорезы, бункер они охраняют. Недавно тут объявились. Перетерли о чем-то с Германом. Да и остались. Судя по всему, Герман от них тоже не в восторге. Главное, главное у них зовут Черным. И характер у него соответствующий. Давай-ка о другом о чем-нибудь поговорим. Здешние места. Местная достопримечательность, заброшенная воинская часть. Тут рядом совсем северная деревенка Капачи. На восток от нее станция. Там сталкеры перебиваются. Ну и недалеко отсюда на железке состав стоит, в общем, то еще местечко. Расскажи про воинскую часть. Тут рассказывать особо нечего. Что можно растащили, а что осталось, так кто теперь монстры за баки охраняют. Правда, там бункер есть небольшой. Но от выброса укрыться можно. Расскажи о деревне. Да это так, одно название. Там только холмики остались, зарыли еще. Все тогда в 86-м, чтобы не фонило. Сейчас туда особо не суются. Место, говорят, плохое и цены ничего там нету. Угу. Допустим, расскажи про станцию. Ну как же, станция Янов. Да вокзал при ней. Если ты еще там не был, обязательно зайди. Там стаканчик с дороги пропустишь. Можно и с братком-сталкером потрепаться. Кроме нашего бункера, единственное безопасное место в окрестностях. Что ж, спасибо тебе, тополь. Просветило души. Спасибо большое. Спасибо, дружище. Слушаю тебя. Да нечего слушать, ты уж все рассказал. Ну что ж, давайте зайдем. Выполним как минимум заказ. Герметизация с шлюза. Ох, как это знакомо. А может быть и с воякой пообщаемся. Вон он сидит, кстати. Сразу заглянем во все места. А вдруг что-нибудь лежит. Бесхозное. Здравствуй. Новиков. Ученый. Ну что ж, давай с тобой пообщаюсь. С чем пришел? Какие модификации снаряжения ты можешь сделать? Нет. Что здесь делать, наемники? Расскажи про ваш бункер. Подожди, а задание? А задание кому? Ладно, видимо не тебе. Какие модификации ты можешь сделать? Как видишь, у нас здесь ученый комплекс. Это значит запасных частей. Это значит запасных частей не для бронежилетки, не для оружия здесь не найдешь. Впрочем, золотать броню или применить на практике свои фирменные наработки я могу. С оборудованием у меня неплохо. Что здесь делать, наемники? Мешает работать, черт возьми. Впрочем, это мое личное мнение. Вначале они попросту извели нас с постоянными просьбами то заменить, это исправить. А вчера вообще обнаглялись, стали расспрашивать, как устроено наше оборудование. Да зачем им это? В охране это точно не поможет. Расскажи про ваш бункер. Что тебя интересует? Чем занимается эта лаборатория? Думаю, на этот вопрос даже Герман с Озерским мне отны не ответят. Они, конечно, проводят разные исследования, однако пользы от них кот наплакал. Впрочем, с Озерским поболтать полезно. Исходя из его теорий, я придумал пару неплохих модификаций для защитных комбинезонов. Что ты знаешь о зоне? В научном смысле ничего, но опыт знакомства в зоне у меня достаточный. По-настоящему здесь ценится лишь то, что повышает шансы на выживание. В зоне все равно бандиты или сталкер, который собирает артефакты, чтобы прокормить семью. Выживет лишь наиболее подготовленный к местным условиям. Ты в зоне давно? Да уж, изрядно сперва. Сам за эти фактами охотился, но потом понял, что скоро так никакого здоровья не хватит. А благо руки откуда надо растут. Довольно легко нашел себе. Понятно. Понятно, ладно. Больше вопросов не имею, но имею желание посмотреть, что у тебя тут есть. Что ты можешь нам предложить? А, оружие ты не... Понятно. Все, оружие ты не улучшаешь. Техник не делает такую модификацию. Дополнительные данные нужны. Хорошо. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Общались от души. Ну что ж. Пока. Следующий у нас на очереди кто? Спросите вы меня, я вам скажу. Военный. Здоров. С колбасочкой сидит лейтенант Соколов. Привет, сталкеры. Откуда у тебя военная форма? Да все и так уже знают, что тут упали вертолеты. Я лейтенант Соколов, второй пилот одного из них. Как ты здесь очутился? Мой вертолет упал на крышу цеха завода Юпитер и проломил ее. Я один выжил. Кое-как выбрался оттуда. Пришел в ближайшие точки эвакуации, но не нашел там никого. В скорости встретил там Гарика. Он-то и привел меня в бункер. В каком и месте эвакуации ты ходил? Извини, не могу об этом распространяться. Информация секретная, понимаешь? Понимаю. Я сейчас представлюсь по форме и поймешь ты, лейтенантишка. Совсем обнаглели уже. Чем ты тут занимаешься? В соответствии с данными мне приказами я должен был двигаться к месту эвакуации. Но зона то еще местечко, а я ведь пилот, а не спецназовец. Вот и сижу тут в надежде, что после завершения операции меня подберут. Понятно. А это ты можешь рассказывать, да? Соколов, я запомнил тебя. Все, передам твоему командиру. Ты, видимо, Гарик, да? Да, добро пожаловать в нашу скукотищу. И что это ты тут скучаешь? А что тут делать? Дрючить литеху в наряды уже надоело. А других развлечений сюда, извиняйте, не завезли. И тут, брат, не припять. Блин, да если б только мог этот долбанный контракт выполнить, давно б уже там был. Ты говорил о контракте? Да вот подписался на ученых поработать. Обязанности вроде легкие показались. Не обратил дурак внимания на то, что контракт истекает только по выполнению всей работы. Зато они предложили официальный пропуск через посты на кордоне как вознаграждение. Неплохо, ага. Сделал я по контракту все, ну кроме мелочи одной. Надо было достать им образцы всех видов артефактов химического происхождения. Кто ж знал, что в этих краях ломать мясо и колобок хрен найдешь. Вот получилось бы их добыть, так я бы уже давно брованул столу на Припяти. Да только где их взять? Пожалуй, я смогу тебе помочь с артефактами. Так, сделал. Хорошо, новое задание. Принести Гаррику, ломать мясо и колобок. Колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Что-то знакомое. А у нас есть очередной, я раз спрошу эту фразу. А что такого в Припяти? Никто тут дороги не знает. Это же зона. По прямой не пройдешь. Там, говорят, клондайк артефактов. Ну и вообще интересно там побывать. Про Припяти эту самую же. Столько легенд ходит. Неужели ты знаешь путь в Припять? Не знаю, но если там хотя бы половина тех артефактов, про которые болтают, я прямо сейчас идти готов. Опыт какой-никакой есть. Я из тех, кто первые нашли дорогу к Юпитеру. Тут дело вот в чем. Я по новой дороге привык один идти. Там никогда, некогда бывает с другими нянчиться. У меня для тебя кое-что есть. Нашел артефакт? Колобок. Ах, колобок, колобок. Так, отдаем, да? Да. Ладно. Спасибо, ученые хорошо платят, но пропуск мне важнее. Пока. Ладно, побожем Гарику. Парень хороший. Выручил вояку этого. Непутевого. Ну что ж, быстренько давайте оглянем здесь. Окрестности. Есть вот какой-то товарищ. Подходите. Что у вас? Тот самый Герман, который здесь главный. Давайте с ним пообщаемся. Что здесь делать, наемники? Что вы здесь делаете? Так, вам нужна помощь какая-то? Прошу простить меня за отказ, но вы поймите, с подобным снаряжением вы совершенно не готовы ко входу в зону переменного пси-поля. Это грозит ничем иным, как скоропостижной, да вдобавок еще и довольно мучительной кончиной. А такой грех, вы знаете, я не желаю брать на душу. Ах ты, ах ты, Герман. Профессор. Что здесь делают наемники? У нас с ними контракт на охрану мобильной лаборатории. Друг, я тебе не мешаю, нет? Ты зачем мне в ухо сейчас все это кричишь? Предвещаю вас вопрос, скажу, что вынужден был согласиться на сотрудничество с ними из-за некой секретной военной операции. На время разворачивания исследовательского лагеря нам не предоставили охрану. Хорошо, хорошо, понятно. В общем, вынужден был. А что вы здесь делаете? Занимаемся различного рода исследованиями. Какова цель ваших исследований? Мы проводим фундаментальные исследования. Уточняю, мы не занимаемся испытанием костюмов, изобретением новых лекарств и тому подобное, а пытаемся дать логичное объяснение тому, что видим в зоне. Если у нас получится раскрыть тайну хотя бы в 10% наблюдаемых явлений, это даст мощный толчок развитию технологий, или едва ли не во всех отраслях науки и промышленности. Так, короче, друг, с тобой приятно болтать, с твоим голосом приятно разговаривать. Я, пожалуй, пойду. Коль ты не можешь дать нам работу, не можешь, не давай. Мне очень-то и хотелось. За это я заберу твои таблетки. Профессор Озерский, что привело вас к нам? Что вы здесь делаете? Стоп, я одного не пойму. Секунду. Кому, черт побери, я должен отдать вот эти вот все Велесы. Где они там? Инструменты. Нет, нет, нет. Охота не то. Кардан, шутник. Контракт не то. Вот. Торговец Сыч предложил участвовать в одном прибыльном деле. Для этого надо найти три детектора. Ой, жесть какая. Ладно. Я думал, они у меня где-то там лежат. В кармашке. Нет, не лежат. Вам нужна какая-то помощь. Так, давай поговорим. Спасибо, нам уже помогает отряд сталкеров. Впрочем, есть одна теория, скорее даже легенда. Вам приходилось слышать про Оазис? Нет, не слышал. Тогда слушайте, многие про него говорят. Но никто, судя по всему, его не видел. Это нечто вроде водоема с целебной водой. Стоит в него зайти, как сразу же затягиваются раны, восстанавливается сила. Кое-кто утверждает, будто Оазис ему приснился. Но я как ученый сразу спрошу, а откуда вам известно, что это именно Оазис? Вот если бы вы согласились его поискать, буду честен. Солидную плату я обеспечить в реагли смогу. Хотя такая находка, если, конечно, Оазис существует на самом деле, могла бы привести к качественному прорыву во многих наших исследованиях. Я попробую найти Оазис, дружище, попробую. Вы предлагаете контракт на боиск артефактов? Простите, нет, мы больше не заказываем добычу артефактов кому угодно. У нас прописан контракт с одним опытным искателем артефактов, и он уже достает все, что нам нужно. Угу, хорошо. Вот, видите, какой смысл? Нам выгодно помочь Гарику, чтобы он отсюда свалил, а мы ученым таскали бы артефакты, в свою очередь. Поэтому надо бы Гарику помочь. Что здесь делать, наемнике? Что вы здесь делаете? Риторический вопрос вы не находите. Ответ на него может быть исключительно таким, таким же некорректным. Так, бла-бла-бла. Все, я устал читать. Ребята, дайте я отдохну, пожалуйста. Все, короче. В общем, что мы выяснили? Я кое-что забыл. Посмотреть, ты торгуешь? Ты песни поешь? Нет. Не торгуют, не поют. Странно. Здесь нет торгаша адекватного, да, получается? Получается, что нет. О, приемчик. Сразу вспомнился Генерейшн Зеро. Так, ну что ж, друзья, давайте отправимся далее. У нас есть задание здесь. И нам нужно обязательно прошвырнуться по местным аномалиям. В аномалиях может находиться тот самый ломоть мясо, который нужно Гарику отдать, чтобы он скорее отсюда свинтил. Мы недалеко от очередного... А, от места эвакуации недалеко. Я думал, это скат. Нет. ЗРК Волхов. Зенитно-ракетный комплекс, насколько я знаю, ЗРК, да? Расшифровывается. Быки. Реальное бычье прям. Такие они, крутые парни. Немножко осмотрим бункер. Все-таки интересно, как он выглядит. Посмотрите, какая-то у них тут такая приблуда огромная. На гидравлических цилиндрах. А, это, видимо, либо антенна, либо солнечная батарея, да? Что-то такое. Крышка, клюка. Приваренная. Скорее всего. Ладно. Продолжаем. Ох, вы знаете, от души. Наговорился от души. Тихо, тихо, тихо. Вы знаете, это же зомбированные, да? А ну, проверяем. Да. Они самые. В смысле? Подожди. А если... А если по-другому? А, по-другому вполне нормально. В общем, одна пулька. И все. И зомбированный ложится. На отдых навсегда. Проверяется на заслуженный отдых. Слушайте, какой шикарный подгон от гонты. Подгон от гонты. Лучше и не скажешь. Шикарнейший подгон. Вы знаете, даже ничего не надо. Я так мечтал поиграть со снайперкой на самом деле. Прям вот реально мечта была. Потому что как-то мы пробегали в этом... В чистом небе. Что-то как-то не попадалось там ничего хорошего. Какой-то снайперки. Обычные свдхи там под конец игры бывают. Где-то в серединке, да? Вообще ни шиша не было. А здесь прям вообще такой подгон. Шикарный. С прицелом. Да еще и, как говорится, старая, добрая... Двухстволочка. Смотрите, какая штукенция. Ну, это знакомо, наверное, военным. Скорее всего, это что-то типа локаторной установки. Хотя уж мне бы... Мне бы уж это надо было бы знать. Наверное. Так, тихо-тихо-тихо. Там у нас, по-моему, есть. Да, неплохо, неплохо. 12-й калибр делает свое дело. И вполне себе классно. Нам нужны велесы, да? Один у нас есть. Но этого маловато будет. Интересные пушечки будем подбирать. Если таковые, конечно же, будут нам попадаться. Больше я с патронами заморачиваться не хочу. Но если какие-то будем интересные пушки поднимать, будем обязательно их тестить, смотреть. Колбаску возьмем. По весу мы еще нормально укладываемся. Тем более, костюмчик-то апгрейдженный. Несет-то побольше. Побольше несет. Это хорошо. Где-то три зомбированных. Нужно их не упустить, иначе будет... Будет плохо. Вот он уже один идет. Жесть какая. Можно промахнуться, оказывается. Вот это да. Кто бы мог подумать. Да чтоб тебя, слушай. Так, вторым. Вторым достал. Хорошо. Давайте-ка переключимся на дробь, потому что в ближнем бою, я думаю, она будет гораздо эффективнее. Очень эффективной будет в ближнем бою. Все. В округе никого. Разобрались здесь со всеми. Забери-ка ты это обратно. Не знаю, как это у меня оказалось. Так, а что у нас там? Калаши, калаши и снова калаши, да? Понравилось бы здесь, я думаю, сычу. Одни калаши. Кстати, ОГ-7Б-карандаш. Не знаю, что это такое. РПГ-7. А, это стрелы, видимо, для РПГ, да? Почему не открывается? Секунду. Нельзя открыть с этой стороны? Допустим. А может быть, можно с другой стороны открыть? Эх, друзья, Мосинка. Вот она, вот она, родимая. Так я ее и не купил. Но, ничего. Если получится, я этот пробел запомню. Обязательно прикуплю Мосинку. Так, колбасы хватит. Хватит жрать колбасу. На одной колбасе живу. В сталкере. Есть подозрение, что туда можно снизу прийти. Потому что есть у нас вход вниз. Точка эвакуации у нас находится именно в этом месте. Что-то я здесь не нашел. Возможно, что именно туда нам нужно войти, чтобы у нас обновилось задание. Давайте посмотрим. Может быть, там есть какой-то проход снизу? Так, а по заданию что? А по заданию... На найденной в одном из вертолетов карте были отмечены... Ну, понятно. Проверить точку Б-205. Б-205. Что-то мы на ней, а ничего не происходит. А вот, кстати, смотрите-ка. Вы еще кто такие, черт дели вас? Кто вы такие? Че-то вы маленькие, но какие-то безумно страшные, противные. И сильные. Так, необходим код. Дверь заблокирована. Получается, здесь мы точку не проверим. Либо сейчас, либо попозже. Я не знаю. Не знаю, как нам быть. Давайте сейчас попробуем... Еще немного побегать поверху. В каких местах мы тут не были, давайте заглянем туда. Но тут в основном что? В основном были зомбированные и, в общем-то, все. Скорее всего, нам действительно нужно попасть за ту закодированную дверь. По-другому... Воу-воу-воу-воу-воу. Тише. Что-то фонит, вообще фонит отовсюду безумно. Я хотел это проверить, на самом деле, очень давно. Так. Антират нужен нам, да? И нужно что-то куснуть. Батончик. Последний раз я сейчас загляну сюда. Попробую сейчас обойти ее вот отсюда. Эту постройку. Но, по ощущениям, ничего тут нету. И, скорее всего, мне кажется, за этой закодированной дверью наша цель. А здесь у нас что? А здесь тайничок. Который, к слову, был не обозначен на карте. Прикольно, прикольно. То есть, даже не обозначены. А, вот! Казалось бы, да? Документ нашли. Хорошо, что вернулся, на самом деле, да. На самом деле, собирался уже уходить. Так, что-то выполнилось. Места эвакуации проведут точку B. А как посмотреть, что мы нашли? Вот, вот, документ. Записка от Соколова. Старый листок с расписанием постов. Снизу на нем видны 4 цифры. 14, 21. Поверх остальных записей маркером написано лейтенант Соколова ВИ в связи с крушением вертолетов последовал к точке эвакуации B-205. В течение двух дней эвакуация не состоялась. Дальнейшее пребывание в точке связано с неоправданным риском. Приняем решение покинуть точку и последовать к мобильной лаборатории научной экспедиции. Лаборатория расположена к северо-востоку от точки эвакуации. Хорошо, 14, 21, друзья. Я ничего не хочу сказать и ни на что не хочу намекать, но не кажется ли вам, что это код от этой двери? 14, 21. Да, так и есть. Посмотрите, какая красота. Ну здесь шуршунчики. Вон они уж там шуршат во всю Ивановскую. Поэтому надо-ка с ними как-то разобраться. Прям вот так вот отсюда, по возможности. Гад какой, а? Подкрался, посмотрите, самый умный, да? Выживает, как говорится, сильнейший. Но здесь в этом случае выжил умнейший. То есть он оббежал, и если бы он был еще более, чуть-чуть умнее, например, в смысле, а я что, не могу сюда? Нет, могу. Хотя бы еще немножко был бы умнее, то он бы... Там закрыто. Он бы не высовывался, просидел бы здесь и все. Но он, видимо, не самый. Оказался умный, поумнее остальных, но не самый. То есть мы можем выйти здесь, а можем и дальше. Да, можем, но там не пройдешь. Ой, жесть, какие тут странные вот эти вот приседания. Он то лезет, то не лезет, не поймешь. А вы представляете, сейчас раз и титры пошли, то есть игра пройдена. Вот это поворот был бы. Ты кто? Черт тебя дери, гном. Ты кто? Ты что за гном такой? Серьезно? Сам такой, понял? В смысле? Гном какой-то меня просто растрепал. Два раза руки поднял, я помер. Ну, это, по-моему, забыл, как он называется. Это не контролер, это... Короче, ладно, не суть, не будем разбираться, но... Но... Подождите. Что у нас есть? Ничего. У нас нет ничего. А, у нас есть пара гранат. Ну, друг. Друг ты наш сердечный. На-ка тебе вот эту штучку. Эх, не туда она полетела. Слегка. Опять не туда, ладно. Так, вы знаете, а есть возможность ему как-то накидать? Угу. То есть он, походу, рандомно как-то перемещается. Что-то там ручонками своими намахивают. Посмотрите, а. На тебе в лицо. Покидай мне, а. Деловой. Жесть. Контролеры уже трепят. Слушайте, что началось, а? Что началось, игра? Было же все нормально. Что началось? Я, на самом деле, повысил до ветерана сложность. Вот, покажу вам. Давайте сейчас быстренько. Если вдруг кто-то неверующий найдется. Вот, до ветерана повысил. Потому что хочется немножко, ну, понапрягаться. Не сильно, но хочется. Все. Гном. Гном упал. Готов. Так, я вот не знаю, есть смысл вот эти вот все коробочки ломать? Что у них бывает, не бывает в этой части сталкера? Я не знаю. Ну, вот судя по тому, что уже вскрываем которую коробочку, там пусто. А коробочки нужны зачем? Видимо, за тем, чтобы вот этот чертов гномик бросался этими коробочками нашего героя. В принципе, именно за этим. Да, моя догадка верна. Я знаю, куда мы сейчас попадем. Просто вот это не видно оттуда. Из-за решетки. Этот проход не виден. Но мы попали именно туда, куда я думал. Смотрим, что здесь у нас. Калаши. Патроны. Гранаты. Возьму я, скорее всего, друзья, только вот эту штуку. Че-то мне как-то отсюда больше ничего не нужно. Посмотрите атмосферку. Атмосферку завезли, а. Вы посмотрите. Так, нет, друг себе забирай. 50 килограмм у нас с вами вес. Какую-то пушку нашли. А что за пушка? ЛР-300. А, ну у нас такая же. Нет, оставим. На сути сейчас может кому-нибудь сольем ее. Сталкеров, например. Тихо. Внимание. Кто-то есть впереди. Слушайте, дробь неплохо вырубает, я хочу сказать. Даже вот более-менее с расстояния. Не только вблизи. Че-то ты какой-то залутанный, братан. С чего вдруг-то у тебя столько всего? Откуда? И сайга у тебя все дела. Прям посмотрите-ка на него, а. Так, ну что ж. Далее смотрим. Поищем поблизости какие-нибудь аномалии. Капачи. Аномалии пепелища. Угу. Так, здесь что у нас? Склад контейнеров. Интересно. И нам нужно где-то еще велесов набрать. Здесь у нас что? Охота на стаю кровососов. Здесь вот. Давайте мы сейчас как поступим? Это Янов, да? Давайте, наверное, через аномальную рощу. Через карьер. Вот так вот проследуем сейчас. Вот в эти места. Да, иду я, в общем-то, правильно. Поэтому даже можно поднажать. Не, на самом деле как-то странно. Я реально настроил мод так, чтобы хотя бы почаще было солнце. Я не против такой погодки. Мне сразу вспомнился Вичхант, как мы с вами недавно на стриме проходили. Но как-то вот мы которую серии уже, по-моему, это шестая серия к ряду. Которую серию я, как в том анекдоте, третью позу сменили. Продолжение не скажу. В общем, которую серию я в этом тумане чертовом брожу. Мне уж как-то надоело на самом деле. Хотелось бы что-нибудь другого. Что-нибудь красок мира посмотреть. Хоть каких-нибудь. Пройдем мы сейчас через Янов. Почему? Хочу продать этот ствол ненужный. Тот шумит там, слушайте, вообще жесть. Сейчас заглянем здесь в магазинчик кому-нибудь. Не знаю, кто тут стволами. А! В начале же у нас касса. Необходимо спрятать без проблем, ребята. Все. Понял. Так, забирай-ка вот этот, друг. Сколько стоит РПГ? 7 тысяч. Вы знаете, ну не даром же ведь нам его дают. Я думаю, я думаю, что не даром. 16500. Ну, пока дороговато. Пока дороговато, пока не будем ничего покупать. Так, где-то здесь есть коробка. Давайте мы как поступим. Друг, ты не устал? Нет? Скажи мне. Или ты прожевал батон? Галдит и галдит. Прям без остановки. Где-то, где-то, я помню, есть коробочка. Наша личная. Так, а еще, по-моему. С дядькой Яром мы что-то разговаривали. Там вроде какое-то задание у него было. Я уже, честно, подзабыл, друзья. На самом деле, в последние дни, когда я записываю прям много всяких событий, я уже не успеваю следить, что тут когда было. Ну, вылаживать коробка. А, коробка внизу, все, я вспомнил. Вот здесь. Все, 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 точно, точно. Здесь еще он нас стоит, кстати. Здоров. Зверобой, да. Выложим пока его сюда на время. Будем знать, что у нас такая штука есть. На случай, вдруг, если что. Если босс вертолет, босс танк, босс БТР. Ну, или кто-нибудь еще. Псевдогигант какой-нибудь, например. Дядька Яр. Хорошо, дядька Яр. Давай-ка мы с тобой сейчас перетрем, быстренько. Хорошо, пойдем. Отдохну за рухи, прогуляться, подсобить кое-что. Зная ваши подсобить, сейчас выйдешь, вы меня обуете, разуете, разденете. Ну, поехали, ладно. Вот добренько. Мы быстро, заскучать не успеешь. Пойти в вылазку с дядькой Яром. Хорошо, давайте с дядькой Яром пойдем. А может быть в следующей серии мы с вами отправимся туда, куда надо. Ты, главное, не удивляйся, иди тихонько за мной. Если шуметь и дергаться не станем. Все, бархатом будет. Ну, пойдем. Бархатный ты наш. Ну, пушечку-то я возьму, на всякий случай, ты знаешь, дядька Яр. Ты как хочешь, а пушку я возьму. Ну, это же зомбированные. Ты в курсе, надеюсь, да? Дядь. Тихое местечко. Если к местному населению с расспросами не лезть. Допустим. Спокойно тут, как на курорте. Ты часто бывал, видимо, да, на таких курортах, дядька Яр? Я вот ни разу и по-своеволе на такой бы курорт не поехал бы. На ночи как ты едешь. Красиво, как вновь. Кстати, а дядька Яр-то не соврал, что интересно. Посмотрите-ка. Действительно, если спокойно себя вести, они не реагируют, не трогают. Почти пришли. Надеюсь. Потому что их здесь очень много. Заваруха может быть вполне себе смертельной. Дядька Яртука, давай без фокусов, ладно? Не знаю, кто ты такой. Свободовец ты наш. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Так, что намечается, друзья? Вы посмотрите, наемнички подвалили. Вот это да. А нам вариант или не вариант с ними ссориться, интересно. Дядька Ярта, знаешь? Я, конечно, все понимаю. Но как-то на такое я не подписывался. Дай мне хотя бы поменять патроны, что ли. Слушайте, ну ладно, ладно. Я думаю, что у нас тут выбора нет, скорее всего. Заодно потестим нашу пушечку. Неплохо. Да, как-то непонятно здесь баллистика, на самом деле. То ли есть тут упреждение, понятие, то ли нет. Я хочу поговорить с дядькой Яром. Вот так да. Ну что, вижу у тебя от вопросов язык чешется. Оно и понятно, чем не поговорить. Дядь, ты знаешь, у меня не только язык чешется, у меня еще кулаки чешутся. Потому что если бы нас сейчас здесь положили... Я тебе спрячу. Ты в следующий раз предупреждаешь, что мы лезем на разборки, ладно? Дядька Яр. Спасибо, друг. Помог дядьке. Возьми презент. И это, если хочешь, задавай вопросы, отвечу как смогу. Координат тайника 6000. Что здесь вообще произошло? За мной хлопчики пришли убивать. Раз было дело, в кустах сидел, никого не трогал. Тут мимо отряд наемников. Один старшой, видать, все с кем-то через КПК болтал. Про лабораторию на Припяти, центральную и срочный заказ. Тут старые когти меня и подвели. Кости. Кости, когти, говорю. Чуть шелохнулся, а хрустнуло, как свиноматка яблоком. Жесть. Я свою снайперку в зубы и ходу. Только чувствую такое паскудное. Чувство такое паскудное было. Раз лишнего услышал, все равно найдут. Не ошибся. Почему ты не просил помощи у свободовцев? А зачем наемников на свободу натравливать? Была уже одна война, накушались доверху. А, то есть, значит, меня можно, да? То есть, как бы, ничего страшного, что ты меня не знаешь. Кто я такой, ты не знаешь. Может быть, я местный, я не знаю, там, Нео. Может, только я могу спасти этот мир. Откуда ты знаешь? Что-то меня кинули на наемников, дурак. Будь здоров. Сам доберусь, ты уже мне помог. Дальше я сам. Кстати, друзья. Дальше я сам. Это момент хороший. Почему? Давай сейчас вот что проверим. Если мы ничего не делаем, что делают зомби при этом? Надеюсь, что ничего. Потому что придется сейчас валить всех. Друг зомбированный. Я пришел с миром. Хорошо, спасибо. Только в спину не надо, ладно? Я тебя прошу, не надо в спину. А, нет, ты меня не интересуешь. Меня интересуют ребятки. Не такие. Не такие, как ты, но аптечку я возьму. Спасибо. Вот эти ребятушки меня интересуют. Ох, радиация здесь, конечно, фонит жестко. Медицина. Энергетик. Слушайте, ребятки такие себе, да? Вроде бы наемники все дела, а шмотки так себе. Ну, видимо, правильно. По игре, наверное, я особо здесь не должен был бы получить какой-то топ лут. Всего лишь потому, что перестрелял на дурку там наемников. Дядь Кояр, ты же вроде бы пошел. Или что? Или что? Я не понимаю. Какие проблемы у тебя? Ты уже раз натравил. Черт тебя дери. Так, ладно. Давайте сейчас быстренько глянем, где тут кто. Как я понимаю, лут тут такой себе. Ничего особенного. Угу. Особенного-то может быть и ничего. А вот эту пушечку мы сейчас возьмем и посмотрим. С глушителем. Смотрите-ка. Нет, проверяем правильно. Убираем вот это. И вот так вот сверяем. Уже. По всем параметрам. Содень глушитель. Разрядить. Выбросить. Все. А глушитель можно на нашу? Воу. Отлично. Отлично, друзья. Теперь у нас есть глушитель. Халявный. Ну как халявный? Трофейный. Правильно говорить. Трофейный. А вот еще наемничек. Нет, не наемничек. Почему у вас велесы не лежат, ребят? Хороший детектор, кстати. Ну что ж, если мы рядом с вами с аномалией пепелища, наверное, напоследок... Воу-воу-воу. А радиация-то уже почти меня доточила. Вот сейчас бы я влип. Влип реально. Что-то я там хапнул дозу не слабую. Сейчас мы с вами сходим. Исследуем аномалию. Напоследок в серии. А вдруг найдется тот артефакт, который нужен. Серьезно? Зомбированные отдыхают? Первый раз такой бред вижу. Зачем зомбированным отдыхать? Они что, устали? Они же зомбированные. Они же не понимают. По идее. Тем временем. Аномалия пепелища у нас с вами. Вот она. Вот она, родимая. Ах ты, уже жарит меня нещадно. Почему? Потому что я неаккуратный. Короче. Чувствую. Чувствую, пойдем мы с вами нахрапом. Возьмем эту аномалию. Так, нет. Сюда нельзя. Сюда. Нельзя. Сюда. Можно. А где? Подождите, а где артефакт? Я что-то не понял прикола. Не, а я вроде бы не поднимал его, насколько я понимаю, да? А, он какой-то прыгучий. Посмотрите-ка. Вот он. Все. Отлично. Сейчас бы выбраться отсюда, унести ноги. А, короче. Короче. Короче, так проще, мне кажется. Стираются ночи. Как-то так. Так, радиация и батон. Хорошо. Воу, друзья, вы знаете, отлично. Серия классная получилась. На самом деле, локация очень интересная. Я здесь никогда не был. Впервые ее изучаю вместе с вами. Очень круто. Очень все нравится. Так, скорее всего, я сейчас до станции. Да. До станции. Там посплю, наверное. И в следующей серии мы с вами отправимся на другую часть этой локации. Отправимся вот сюда, вот в эти места. Здесь у нас есть несколько интересных заданий, я думаю. На этом мы с вами завершим серию. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение, советы и пожелания. Все, пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.